Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Видеообзор подготовлен специально для интернет-магазина F-Magazine. Хотелось бы в сегодняшнем обзоре рассказать о катушке, которую я использую для ловли на джерк-вейте, от шведской компании Bugarsia, модель Bansador STX 5600, модель праворукая. Что хотелось бы сказать о ней поближе. Изначально я хотел, конечно же, более дорогую мультипликаторную катушку купить, но, не имея финансовой возможности, остановился на более дешевой, так скажем, мультипликаторной катушке. В приоритете, конечно же, была покупка бочонка, так как они более выносливы, в отличие от мыльниц, от многих. Ну вот, купил вот такую катушку. Сразу скажу, что отличается от серии SX, она большим передаточным числом. В связи с этим здесь, ну, по заявлению, как производительная, расположена дополнительный вал, и она как бы чуть-чуть вот с таким вот выступом идёт. Катушка изготовлена полностью из, не знаю, металлической она. Какой сплав здесь используется? Полностью металлической. В общем, имеет вот такой вот интересный дизайн. Соответственно, фрикционный тормоз, выполненный в виде вот такой вот звёздочки, трещотки. Здесь имеется осевой тормоз. Что хорошо, доступ к шпуле, то есть, откручивать и вынимать шпулю, можно вот такими вот болтиками. То есть, это всё откручивается, дело вручную и разбирается. А в данной катушке лесоукладыватель бегающий, то есть, при забросе он не стоит стационарно, как у многих, допустим, катушек, а бегает от бортика до бортика во время броска. Плюс бегающего лесоукладывателя в том, что при таких тяжёлых приманках меньше становится закусов плетёной лески. Соответственно, он как бы убирает виток к витку, при том, что бегает. Когда лесоукладыватель стационарный, отключаемый, то есть, выставляем его посередину, и у нас как бы плетня идёт под углом. Размотка плетни идёт по шпуле, и иногда вот получаются такие острые углы. Здесь чем бывают закусы плетни и, соответственно, отстрелы. Плюс бегающих лесоукладывателей в том, что вот этих закусов как бы намного становится меньше. Произведена катушка в Китае, но нареканий по качеству не вызвало. Ловлю уже несколько сезонов. В принципе, всё вполне устраивает. Ничего здесь у меня не болтается, как бы не скрипит. Всё отлично. Имеется как бы немагнитный тормоз. Вот такой вот, забыл, инерционный тормоз. То есть, в зависимости от того, сколько надо, вот выщёлкиваем вот эти как бы грузики, так скажем. И в зависимости от того, сколько грузиков у нас будет как бы задействовано, и зависит степень торможения. То есть, при раскрутке шпуле по инерции, вот эти грузики начинают расходиться по сторонам. Так, где у него здесь? Вот, видите? Вот у меня включенный грузик. Два. То есть, они по инерции расходятся, эти грузики по тормозам. И вот в этом, скажем так, ободке, они за счёт трения приостанавливают шпулю. Ну, то есть, в принципе, система вполне-таки простая. Ну, довольно-таки надёжная. Нареканий по качеству не вызвало. Единственное в данных катушках, как бы, ну, во всех, в принципе, мультипликаторных катушках слабое место. Вот. И это вот, скажем так, ну, как бесконечный-бесконечный винт. Вот. Он находится здесь. Его нужно периодически чистить и смазывать. Ну, то есть, как бы, внимательно следить за состоянием смазки и загрязнённости, так как мультипликаторная катушка свойственна своим, как бы, разбрызгиваниями воды, можем так сказать. Соответственно, вода у нас бывает со всякой примесью, взвесью. И, то есть, ну, нужно следить за состоянием данного узла. В остальном катушка очень-таки выносливая, хотя, как бы, стоит она, ну, скажем так, довольно-таки недорого. По сравнению с более такими крутыми аналогами от этой же данной фирмы. Ну, скажем так, вполне рабочая народная лошадка. Ну, можно так сказать, на мой взгляд. Так что, кто хочет освоить ловлю на джербейте, у кого, как бы, ограниченный, скажем так, бюджет, либо не знает, понравится ли ему или нет, и не хочет много, как бы, тратить финансов на данное приобретение, вполне рекомендую данную катушку приобретению. Плетёнку, кстати, использую 0,4-ю косодак. Отличная плетёнка. Так что, всем рекомендую. Всем спасибо за внимание. До свидания.